Всем привет! Сегодня будет очень полезное видео по декору торт. Я покажу, как самостоятельно можно сделать супер крутые сияющие блестки без желатина. Знаю, что очень многие его не употребляют, поэтому сделаем их на основе кукурузного крахмала. Итак, нам понадобится всего лишь два ингредиента, это кукурузный крахмал и вода. Просто смешиваем их, ставим на средний огонь и при постоянном помешивании слегка увариваем. Хорошо помешиваем, чтобы не было кусочков крахмала. Масса будет сначала белого цвета, а затем станет полупрозрачной. После закипания варим еще несколько минут, масса должна загустеть и стать похожей на клей. Получившуюся массу переливаем в чашу и окрашиваем в любой цвет. Использовать можно любые гелевые или порошковые красители. Хорошо перемешиваем до однородности, затем распределяем по пленке. Это может быть обычная пищевая пленка или для удобства можно взять гитарный лист или тонкую ацетатную пленку. С них будет проще снимать блестки. Я сразу оборачиваю пищевой пленкой противень, так как сушить буду в духовке. В духовке блестки сушатся при температуре 50-60 градусов примерно 2 часа. Если вы сушите их при комнатной температуре, то может уйти примерно 5-6 часов. Для придания дополнительного блеска можно использовать кандурин. Но и без него блестки получатся блестящими. Теперь тонко с помощью кисти размазываем получившуюся крахмальную массу по пленке. Чем тоньше вы ее размажете, тем быстрее высохнут блестки. Ставим противень в разогретую до 50-60 градусов духовку и включаем конвекцию, если есть. И еще желательно слегка приоткрыть духовку. Можно сразу сделать несколько порций и установить на все уровни в духовке. Обязательно следите, чтобы масса полностью высохла. Если она будет липкая, то блестки все склеятся. Верхняя часть у них будет матовая, а та сторона, которая находилась на пленке, будет глянцевая. Далее перекладываем пластинки в кофемолку и максимально мелко их измельчаем. Затем из кофемолки перекладываем на мелкое сито и просеиваем. Процесс не быстрый, но выглядеть на торте это будет просто шикарно. По сравнению с покупными блестками, самодельные будут в разы дешевле. И к тому же мы можем быть уверены в их составе. Так как не все блестки, которые продаются в магазинах, являются пищевыми. Крупные частички мы снова отправляем в кофемолку и таким же образом далее просеиваем. Готовые блестки очень красиво переливаются перламутром. Таким же образом я делала еще красные и белые блестки. Белые я не стала слишком сильно измельчать, оставила их крупными хлопьями. Блестки наносим не на свежий крем, а на охлажденный. В данном случае у меня крем чист, но можно использовать и любой другой крем. Цвета у меня немного перемешались, но я думаю, что суть понятна. И еще такой нюанс, так как покрытие не очень плотное, поэтому торт должен быть окрашен в тот же цвет, что и сами блестки. Можно окрасить крем, а можно окрасить только поверхность торта. Для того, чтобы окрасить торт, я развела пищевой краситель водки и затем кистью нанесла на поверхность. Для того, чтобы покрыть торт диаметром 16 см и высотой 10 см, понадобится примерно 3 порции. Получается вот такой бюджетный и в то же время очень эффектный декор. Как вариант, можно смешать эти блестки с посыпкой такого же цвета и тоже будет выглядеть очень красиво. Блестки на торте у меня простояли в холодильнике более 12 часов. Они слегка увлажнились, но по-прежнему остались блестящими. По вкусу блестки не могу сказать какие, но думаю, что особо вкусного в них ничего нет. И по текстуре они слегка хрустящие, поэтому будут похрустывать на зубах. Но это часть декора, поэтому есть ее не обязательно. Кстати, если нет кукурузного крахмала, то можно попробовать сделать и на картофельном.